Охрана дикой природы в Крыму Ольга Александровна, наша встреча не случайна. 3 марта сегодня все мы, не только в Крыму, но и в мире, отмечаем Всемирный день дикой природы. Хочется задать вопрос, беседу нашу начать с того, что Крым, это собственно говоря территория, которая славится уголками природными. И у вас нельзя не спросить о том, вот эти самые уголки нетронутой дикой природы здесь в Крыму, насколько они обширны и по сравнению с определенными периодами прошлых лет этой земли нетронутой ее больше становится или меньше? На сегодняшний день на территории Республики Крым у нас насчитывается 197 объектов особо охраняемых природных территорий общей площадью 220 тысяч гектар. Если сравнить с прошлыми годами, то эта площадь ежегодно мы стараемся так, чтобы увеличилась. Бывает не каждый год, бывает раз в два, в три года, но мы создаем новые особо охраняемые природные территории. Уже в 2017 году мы планируем создать еще три особо охраняемых природные территории. Общую площадь ООПТ мы планируем увеличить практически на 900 гектар, чем сохраним водно-болотные угодья. Это Камышинский луг, озеро Ачи в Кировском районе, в районе села Владислав. Это вот кандидат на попадание в эту категорию территорий? Да, практически 500 гектаров территории будет объявлено заповедной и соответственно будет особый режим использования данной территории. Какой вот эта самая территория должна быть для того, чтобы попасть в категорию особо охраняемой природной зоны? Как минимум на ней должны произрастать редкие исчежающие виды растений, населять животные. Возможно, это не редкие исчежающие, а те, которые, к примеру, являются эндемиками для Крыма, только на территории республики Крыма не произрастают, либо проживают. Возможно, если это какой-то геологический заказник планируется быть, то это какие-то геологические отложения особо ценные. Просто нетронутый кусочек ландшафтно для создания ландшафтно-рекреационного какого-либо заказника или парка. То есть создаем территорию для того, чтобы сохранить уголок дикой природы, для того, чтобы как-то нормировать антропогенное воздействие на данной территории. То есть не просто объявить данную территорию особо охраняемой, а установить особый режим. То есть запретить проезд, к примеру, запретить сбор пищевых лесных ресурсов, запретить проведение какой-либо деятельности хозяйственной. И таким образом охраняем данную территорию. Для культурного туриста эта же территория все равно будет доступна. Конечно. А вот скажите, пожалуйста, вот это увеличение площади особо охраняемых природных территорий, оно же осуществляется не спонтанно. Вы действуете по представлению каких-то научно-исследовательских учреждений или эта процедура выглядит немного иначе? Конечно, прежде чем какую-то территорию объявить особо охраняемой природной территорией, проводится большая системная обширная работа. То есть привлекаются научные сотрудники, привлекаются сотрудники министерства. В каких-то случаях инициаторами являются наши научные деятели, которые обращаются в министерство и сообщают нам, что мы проводили научное изыскание и видим, что данную какую-то конкретную территорию можно объявить особо охраняемой природной территорией в связи с тем, что есть необходимость охраны каких-либо природных ресурсов. Где-то мы сами путем надзорных мероприятий, путем, допустим, если мы выдаем какие-либо разрешительные документы и видим, что не можем позволить себе выдать лимиты использования данной территории в части выбросов или сбросов или размещения отходов в том объеме, в котором они требуются. Значит, соответственно, для того, чтобы не допустить использования такой территории цены, нужно установить особый режим. А что значит, вы не можете себе позволить? То есть есть какие-то территории, которые ученые хотят внести в список вот этих самых особо охраняемых природных зон, но ваш мониторинг, он не способствует этому? Нет, я про то, что не можем себе позволить. Это если, допустим, к нам обращается заявитель, который, к примеру, хочет пользоваться недрами на какой-либо территории, но мы видим, что данная территория, допустим, недалеко от нее есть особо охраняемая природная территория, к примеру, у которой есть охранная зона. Либо мы видим по информации, которую дают нам ученые, что там произрастают какие-либо виды животных. Либо мы понимаем, что на данной территории вследствие добычи там будет большое запыление и нельзя будет населению проживать в данной территории. То есть объективно рассматривая данные документы, в принципе, исходя из того, что есть там полезные ископаемые, можно было бы и выдать данный документ на пользование недрами. Но в связи с тем, что мы всесторонне изучаем этот вопрос, прежде чем какое-либо антропогенное воздействие допустить на какую-либо территорию, мы учитываем все факторы и поэтому, как я сказала, не можем себе позволить такого действия. Вы говорите о том, что вот эти лицензии на недропользование, они выдаются в зависимости от того, есть ли рядом особо охраняемая природная зона. А бывает такое, что вы территорию не можете внести в список особо охраняемых природных зон, потому что рядом уже, например, действует какой-то недропользователь. Вот этот баланс между пользователями природы и теми, кто ее охраняет, он в пользу кого часто решается? Дело в том, что есть различные категории особо охраняемых природных территорий и на некоторых из них допускается введение хозяйственной деятельности в различных ее зонах. Конечно, это не деятельность по добыче, но деятельность такая допускается. И в данном конкретном случае, если рядом находится какая-то территория, то опять же мы смотрим наличие охранной зоны, плюс здесь необходимо отметить, что на сегодняшний день в части недропользования у нас между Республикой Крым и Федеральной службой недропользования заключено соглашение, о котором они передали федеральные функции по регулированию пользования недрами. И на сегодняшний день те лицензии на пользование недрами, которые должны были выдаваться, скажем так, в Москве, они выдаются здесь, в регионе. И выдача таких документов осуществляется у нас в Министерстве по решению комиссии, в состав которой входят все начальники отделов и управлений. То есть не просто человек, который занимается недрами и видит, есть они там или нет. У нас управление ОПТ занимается данным вопросом, то есть системно мы подходим, смотрим, есть особо охраняемые территории или нет. Управление нормирования воздействия, то есть смотрим, есть ли водные объекты какие-то, насколько будут в дальнейшем выбросы осуществляться, насколько затем в результате экологической экспертизы проектной документации после получения лицензии будет нормироваться воздействие на окружающую среду. И в данном случае мы здесь в регионе, зная, каким образом развивается регион, зная, какие инвестиционные проекты предполагаются к реализации, зная, каким образом у нас планируется развитие социально-экономическое и по всем остальным вопросам региона, нам здесь легче сориентироваться, по каким видам деятельности, где лучше осуществлять данные виды работы. Вы говорите о том, что территория может стать вот этой самой особо охранной природной зоной. Она может перестать ее быть? Вот в практике работы вашего ведомства случались такие эпизоды, когда территорию выводили за пределы вот этой особой группы зон? У нас в практике такого не встречалось. Мы, как Министерство экологии и природных ресурсов в Республике Крым, наоборот, стараемся увеличить количество данных зон. Конечно, есть случаи, когда мы просто, к примеру, изменяем категорию. Был объект, к примеру, регионального значения, мы видим, что логичнее, если это в границах населенного пункта, к примеру, передать и сделать объектом местного значения. От этого территория не становится не особо охраняемой, на неточно так же режим, просто меняется орган управления и меняется его категория. Скажите, пожалуйста, мы говорили о недропользователях. Они же тоже бывают разными, как и территории. Бывают добросовестные недропользователи, бывают недобросовестные недропользователи, работа которых все равно приносит ущерб территории, которая, например, сопредельна с зоной добычи, допустим, того же самого песка. Сильный урон недобросовестные недропользователи вот этой дикой, нетронутой природе Крыма причиняют? В любом случае негативная... Или работа ваша так отлажена, что таких недропользователей у нас уже в Крыму не осталось практически? К сожалению, такие недропользователи есть, и это касается не только недропользователей, а любого предприятия, которое осуществляет какую-либо хозяйственную деятельность. К сожалению, мы от этого уйти не можем. Осуществляется негативное воздействие, но в соответствии с заказом Российской Федерации у нас есть плата за негативное воздействие. Во-первых, то есть осуществляются расчеты в зависимости от того воздействия, которое применено к окружающей среде. В бюджет и Республики Крыма федеральной поступает плата за счет этих денег. Затем из бюджета финансируются различные природоохранные мероприятия. Во-вторых, да, негативное воздействие есть, но мы его нормируем, выдавая разрешения на выбросы и лимиты на размещение отходов, согласовывая проектную документацию по добыче, либо введению какой-либо деятельности, мы устанавливаем определенные нормативы, которые превышать нельзя. И в случае превышения данных нормативов налагаются штрафные санкции. И в случае, если ущерб составляет миллионы, то, соответственно, мы уже направляем материалы в прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовных дел в отношении нерадивых правдопользователей. Ну, много таких материалов за последнее время вами направлено в прокуратуру было. Сильно у нас страдают нерадивые недропользователи за свою деятельность? Ну, скажем так, по недропользователям я вам точную цифру сказать не могу. Могу сказать, к примеру, что нами было направлено около пяти материалов прокуратуры Республики Крым по факту сноса лесных насаждений, к примеру. Это уголовная ответственность. И в данном случае особо большим размером ущерба, причиненным государству, является размер, исчисляемый тысячей рублей. Поэтому все, что больше тысячи, а это как бы одно дерево, два и уже тысячи, у нас подлежит уголовной ответственности. И такие материалы нами направлялись. Это жизнеутверждающие ноти. Мы будем заканчивать беседу. Спасибо большое, что нашли возможность приехать в студию, ответить на наши вопросы. И еще раз с праздником вас и ваших коллег по работе. Ну а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин